Счета за тепло большинству предпринимателей Читы в сентябре 2016-го показались кошмарным сном. Цифры внезапно увеличились не на 35%, как было заявлено энергетиками, а в несколько раз. Таким образом, повышение составило от 200 до 1000%. Допустим, 2015-й год – это 60 тысяч годовая оплата, а в этом году будет где-то 150. А вот у нас повысилось на 239 по их новым расчетам годовой. Да, в целом, то есть за период отопительный. Это наш фонд оплаты труда за месяц выпал. У нас сейчас пришлось, мы сокращаем людей, то есть было 15, теперь 8. Причиной топ-менеджеры из ТГК-14 назвали изменение методики начисления тарифов и то, что бюджет края больше не сможет компенсировать выпадающие доходы компаний. Начиная с 2016 года, учитывая признание бюджетом своей неспособности обеспечить такое субсидирование, в 2016 году этот рост направлен на то, чтобы полностью обеспечить финансирование экономически обоснованных затрат ТГК за счет потребителя. Обнародовать собственные заработки топ-менеджерам ТГК-14 не велит контракт. А как бы хотелось услышать, какую сумму прописью они пишут в ведомости о зарплате. Нужно проводить аудит деятельности компании. Компания ТГК-14 имеет акции государственные, там акции РЖД, и не что в банке там владельцы. Значит, эта компания частично народная, нужно проводить и смотреть за их тарифами. А из чего слагается их тариф? А как они закупают угол, как они закупают угол на какие? Есть ли там откатные схемы? Это же можно проверять еще. А кто-то за этим следит, РСТ за этим следил, а нет, наверное, бумаги принесли, расчеты посчитали, все правильно, двигаемся дальше. То есть, а зарплата? Мы знаем зарплату президента ОБАНа, знаем зарплату Путина, вашу знаем. А мы не знаем зарплату. Это сверхсекретная организация. Какова зарплата руководства топ-менеджеров? То есть, это генеральный директор компании, это заместитель генерального директора и начальники отдела? Распространять информацию о зарплатах топ-менеджмента компании, топ-менеджмент компании не имеет права в соответствии с трудовыми договорами. Это конфиденциальная информация, пункт о неразглашении указан в контрактах топ-менеджеров. Однако из достоверных, подтвержденных документами источников, известно о многомиллионных премиях топ-менеджеров ТГК-14. В июне 2015 года в соответствии с приказом генерального директора Александра Кулакова за достижения и результаты деятельности ТГК-14, высший менеджмент общества был поощрен единовременной премией в размере 14 миллионов 400 тысяч рублей, рассказал Дмитрий Плюхин. По его данным из этих 14,5 миллионов рублей премии получили заместитель гендиректора по сбыту Дорфман 2 миллиона, заместитель гендиректора по экономике и финансам Голиков 3 миллиона 478 тысяч рублей, заместитель гендиректора по технической политике Лизунов 1 миллион 860 тысяч рублей, заместитель гендиректора по инвестициям и закупкам Соколов 1 миллион 860 тысяч, заместитель гендиректора по правовой и кадровой политике Темнышев 3 миллиона 207 тысяч рублей, заместитель гендиректора по безопасности и режиму Рыжков 1 миллион 991 тысяч рублей. Давайте будем так рассуждать, то есть если это компания акционерного общества, у нее есть владельцы акционеры, если акционеры считают необходимым и возможным выставить какие бы то ни было бонусы премии за исполнение вполне конкретной работы, вполне конкретных задач, то собственно это их решение. Если Юрий Дорфман, наверное, уже грамотно распорядился двухмиллионной премией, то работнику фабрики по производству матрасов, инвалиду по зрению Василию Юшину, нужно решить другой вопрос, как прожить месяц на зарплату в 6 тысяч рублей. Повысились тарифы, повысилась себестоимость продукции. Матрасы и покрывала стали меньше покупать, и Василий Юшин теперь вместе с коллегами работает полдня. Сокращенный рабочий день. Для нашего предприятия это вообще конец будет. У нас мы сейчас уже работаем с сокращенным рабочим день, а теперь, не знаю, вообще в трубу вылетим. Если ТГК-14 и хотела своим теплом согреть забайкальский бизнес, то запросила за свои светлые порывы очень дорого. Однако нежданно заработала себе народную славу. Про ТГК-14 стали даже петь песни. ТГК, ТГК, веселая компания Стала брать в три дорога с людей без сострадания. ТГК. 29 ноября наступила развязка. Решением губернатора аппетиты энергетиков сократили. Рост тарифов составит не 35, а 7%. Мы решили снизить объем с 35% до 7,1%. И сделать это с 1 января 2017 года. Забайкальские бизнесмены, однако, решили не расслабляться. Решение принято справедливо и своевременно. Вопрос в том, что оно вступит в силу только с 1 января 2017 года. А три месяца, в течение которых действовал увеличенный тариф, повисли в воздухе. Значит, не обойтись без обещанного властями полного и всестороннего аудита деятельности ТГК-14. Нужно понять, как формируются тарифы, которые забирают у нас все соки. Сражение выиграно, но война продолжается. Продолжение следует...